всем привет дорогие друзья предыдущем видео я рассказывал о том как и почему мы решили основательно заняться проектами по созданию тюнинг выхлопных систем для бмв в частности познакомил вас с нашей новой героиней сегодняшнего и последующих видео это просим любить и жаловать 325 x ii е90 кузов с n52 двигателем и вот с такими вот интересными красными лобутенами на 194 стиле как я уже говорил мы приобрели и заведомо выявлены неисправностями по двигателю так что прежде чем приступать к проекту по созданию выхлопной системы с хорошим звуком хорошей производительностью в первую очередь подлечим движок нашей лаборантки так произвели компьютерную визуальную диагностику двигателя и выявили две основные неисправности это некорректно работающий клапан рецепуляции картерных газов он находится примерно вот в этой области встроен в клапанную крышку и второе это износа выпускного распредвала вместе с его постелью достаточно распространенная болезнь для николай пятьдесят вторых двигателей примерно к 100 к 150 тысячам километрам пробега сейчас я заведу и мы услышим вот отсюда из этой области характерный звук вот для наглядности со склада достал так называемый трофей n52 постель с распредвалом чтобы продемонстрировать вам наглядно что происходит сейчас нас под клапанной крышкой работающего двигателя понятно да мы слышим люфт шейк распредвала и постели в совокупности и так вернемся к нашим основным задачам по ремонту двигателя николай 52 первую очередь мы демонтируем клапанную крышку и заменим мембрану к ркг вот нас ремкомплект на мембрана к ркг это ее крышечка потом разберем грм произведем дефектовку цепи и и планок доберемся до выпускного распредвала с постелью и если убедимся что мы были все таки право мы скорее всего право установим новый постель и новый распредвал вот они кстати распредвал есть у нас продажи собственным брендом по хорошей цене и высокого качества проверенное времени так что заходите к нам на сайт и интересуйтесь и при необходимости приобретайте помощь трубки под капельницу проверим нашу мембрану на предмет порван она или нет вставляем здесь есть листочек нашу трубку и вдуваем выдуваем мембрана оказалась живая но тем не менее мы все равно скроем корпус под посмотрим на предмет насколько она живая ты и примем решение старик комплекта либо оставить старую мембрану также промоем каналы к ркг шная помоем саму клапанную крышку чтобы поставить уже в хорошем аккуратном состоянии идем дальше разбирать двигатель откручиваем натяжитель цепи теперь открутим свечи и после проверим фазы порядке они у нас или нет с помощью головки на 22 провернули коленвал верхнюю мертвую точку поставили шаблон распредвалов и с помощью шаблона для ванасов по инкрементным колесам здесь есть отверстия здесь у нас есть направляющие смотрим насколько корректно у нас вас поставили все встало все свои места соответственно говорит что сразу нас все в порядке все продолжаем разбирать дальше в общем сняли выпускной распредвал делаем дефектовку а видим мы сразу то что у нас на верхней части постели видно выработку здесь такие затертости как будто шкуркой соответственно временем и самое основное почему кстати у нас не прокачивался ванас потому что вот здесь вот видно фрезу это выработка из-за вот этих вот стальных колец почему теперь продажи по оригинальным номерам будут тефлоновые кольца они стальные потому что они убивают эту плоскость на постели улет вообще прям полмиллиметра точно есть слышите прям ногтем вот так и соответственно у нас они на генитаре цену необходимое давление через эти каналы ванасы они у нас не прокачиваются не да не доводится свое необходимое положение заданное положение и теперь второй тест на предмет шума нашего который мы уже с вами делали в начале видео я думаю что мы услышим примерно то же самое то что мы слышали с подклапанной крышки на работающем двигателе теперь новый распредвал новая постель зажимаем также тишина поставим это все на место и будет вам счастье новый распредвал с новой постелью демонтируем теперь впускную систему начинаем со снятие пружины к центре кувалов потому что у нас есть и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и в силу того, что в принципе нам совсем немного осталось, чтобы это все демонтировать Нужно всего лишь открутить центральный болт со шкивом, открутить заглушки по периметру, выкрутить болты, держащие планку ГРМ Так написано в ТИСе, читаем внимательно ТИС и делаем все по инструкции И не гнем нам больше вот эти вот наши штифты, мы уже просто устали их покупать Пока собираем движок, в процессе помыли клапанную крышку И вот таким вот воровским способом вскрыли корпус мембраны КРКГ И вскрыв, поняли, что в принципе мы сделали это не зря Так как мембрана уже начала терять свои свойства и она начала в этой области дубеть И примерно через 10-20 тысяч бы она все равно бы треснула и не выполняла свою функцию Почему мы вот так вот это все вскрыли безобразно? Ну так как в принципе у нас есть ремкомплектная крышка алюминиевая И соответственно мы не стали заморачиваться и аккуратно ее вскрывать Так как она приклеена на муравьиную кислоту, надо было греть бы феном и потихонечку, полигонечку Надо было тратить на это примерно полчаса, но мы не стали этим в общем заморачиваться Так как мы уже вскрыли, убрали мембрану, объясню наглядно, как работает клапан на рециркуляции картерных газов Именно на Николае 52 двигателя, на М54 и других движках там это немного по-другому работает Итак, с помощью данного трубопровода у нас происходит сообщение с атмосферой под клапанной крышкой с впускным коллектором И как мы только заводим двигатель, вот так сейчас я в принципе все соберу У нас происходит разрежение в системе и мембрана прижимается И тем самым перекрывает вот этот вот канал и у нас происходит изоляция под клапанной крышкой с впускным коллектором Как только двигатель прогревается, мы начинаем на нем жарить, повышать обороты И как только под клапанной крышкой создается избыточное давление, оно у нас через этот канал давит на нашу мембрану Она отжимается и происходит сообщение с впускным коллектором Соответственно все избыточное давление у нас выходит в впускной коллектор Это как только избыток этот компенсируется, мембрана обратно прижимается из-за разрежения в впускном коллекторе И соответственно происходит опять же изоляция атмосферы под клапанной крышкой с впускным коллектором Вы спросите, а как же так? Получается, у нас и масляные пары также поступают в отпускный коллектор. Дело... Это не совсем так. Дело в том, что у нас есть здесь два сепаратора, внутри которых есть так называемые мелкие-мелкие лабиринты, сквозь которых картерные газы, проходя вот этот весь длинный путь, они конденсируются на стенках, и сюда у нас уже поступает практически очищенный воздух. Но все равно какие-то там 5-10% масляных паров все-таки поступают в отпускный коллектор. Установили ГРМ, теперь нам необходимо отрегулировать фазы. Для этого, в первую очередь, с помощью вот такого фиксатора блокируем коленвал в верхней мертвой точке, вставляем маховик в специальное отверстие, после устанавливаем шаблоны распредвалов, чтобы также зафиксировать их в верхней мертвой точке. С помощью специального приспособления поджимаем планку, имитируем натяжение цепи, устанавливаем сюда шаблон для ванносов, фиксируем инкрементные колеса в свои положения, и после этого затягиваем болты ванносов 20 ньютон на метр, и после 180 градусов. Поехали! Теперь, чтобы не выгнать рога шаблонов распредвалов, потому что они не рассчитаны на такой крутящий момент, с помощью помощника, ключом на 27, удерживаем распредвал за его хвост, и крутим 180 градусов. 90, 180, 90, 180. После того, как затянули болты ванносов, вытаскиваем штифт из маховика, разблокируем тем самым коленвал, и прокручиваем два раза по 360 градусов, после чего повторно установим шаблоны и проверим фазы. Бывает, что они сбиваются, приходится регулировать повторно. Метки, направляющие, все идеально. Можем продолжать собирать двигатель дальше. Итак, на сегодня это все, подведем итоги. Довели нашу девочку до хорошего технического состояния, и теперь она вместе с нами готова для проекта по созданию выхлопной системы для Николая 52-го двигателя в Е90-х кузовах, в котором мы будем стремиться делать выхлоп более производительным, так как мы знаем, что штатная выхлопная система задушена экологическими стандартами, и мы будем делать более интересный звук, более спортивный, с качественным басом. Будем делать очень много замеров до и после. Будем следить за кривой крутящего момента, следить, чтобы она увеличивалась, становилась более качественной. Следите за этой машинкой, следите за проектом, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчики, подписывайтесь на наш инстаграм, подписывайтесь на мой инстаграм, если я буду кому-то интересен. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok